Нападение произошло в 10 часов утра. Девушка шла в гости к подруге и решила сократить путь. Уединенная дорога лежала через лесопосадку. Она услышала сзади шаги, решила пропустить прохожего. Когда обернулась, то увидела молодого человека, который набросился на нее. С ее слов в ее руке, как она заметила, находился гаечный ключ, как она утверждает. И нападавший с применением этого гаечного ключа нанес ей не менее 12 ударов в область головы. Истекающая кровью девушка сумела добраться до ближайшего дома. Утром уже работал фитнес-центр, работники которого оказали пострадавшей первую помощь. Прибежала к нам девушка с криками о помощи со стороны парка городского. Была вся в крови, босиком. Пострадавшая умоляла найти в лесопосадке ее сумку, в которой лежал телефон. Однако пойти в лес сотрудники фитнес-центра не решились. Они сразу вызвали полицию и медиков с тяжелой травмой головы. Жертву нападения увезли в больницу. Состояние у нее, несмотря на тяжесть полученной травмы головы, средняя степень тяжести. Поэтому она находится в отделении, в сознании, самостоятельно передвигается. Сумку в лесу не нашли. Сейчас полицейские ведут поиск преступника. Учитывая, с каким ожесточением он наносил удары, стражи порядка предполагают, что нападавший может быть психически нездоров. Сама потерпевшая, так как она хорошо рисует, нарисовала фотопортрет подозреваемого. На вет ему 25-30 лет, был одет светлую толстовку с капюшоном, синие джинсы. Еще одна примета, которая бросила за глаза потерпевший, нападавший был очень сильно худой. Такая очень, как она выражается, очень приметная худоба.